Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. В этом видеоролике я приоткрою еще немножечко завесу тайны. Что же это будет за супер-пупер механизм? Сразу скажу, механизм будет высокооборотистый. Здесь будет применяться вот такая крыльчатка и вот такая вещь. Это БК двигатель, друзья, мощностью 5 киловатт. Он старенький, потрепанный жизнью, но я надеюсь, протянет он и даст совершить те самые испытания, которые я задумал. В этом видеоролике я вам покажу даже чертеж и уже полностью, я думаю, мы узнаем, что это такое. Я думаю, очень многим будет интересно. Вот вы можете уже узнать очертания крыльчатки. Это крыльчатка, это двигатель сидит на одном валу. По сути, осталось сделать три детали еще. Вот сюда деталь, Вот она и вот этот кожух. Кожух с выходом. Ребята, это банально тупо центробежный компрессор. Где его использовать? Честно говоря, миллион вариантов. Во-первых, им можно запускать реактивные двигатели, раскручивать. Во-вторых, можно надуть автомобиль попробовать. Я еще не видел ни одного видеоролика, где бы кто бы то ни было ощутимо смог надуть автомобиль электрокомпрессором. По крайней мере, я таких видео не видел особо. Есть вентиляторами пытаются надувать, но вентилятор, друзья... Вот этот двигатель раскручивал очень дикий вентилятор. Вот корпус от него. Вы могли лицезреть его на моем канале. Тяга 6 килограмм у вентилятора. Я не думаю, что те маленькие дохленькие вентиляторы 12 вольтовые могли точно также выдавать такую же мощность, как и этот. Этот 55 вольтовый, чтобы вы понимали, с чем мы будем иметь дело. И тем не менее, вот этот наимощнейший вентилятор всего лишь 0,05 бар выдавал где-то ориентировочно. Такое маленькое при маленькое давление. Но может быть на 5 процентов он бы мог поднять мощность двигателя. Но это, как вы понимаете, совсем полная ерунда. Мое же устройство, если все нормально пойдет... Расчетов я никаких не делал, но по прикидкам минимум полторы десятки должно давать. Но тут в этом и заключается интрига посмотреть, что получится. Потому что может быть 0,15 бар давления, а может быть и все 0,3 бара давления. А это, как вы уже понимаете, плюс 30 процентов к мощности двигателя. Не буду использовать улитку, потому что заводских у меня нет. Я купил крыльчатку отдельно на алиэкспресс. А будем использовать по типу ТРД. Кстати, ребята, еще один очень интересный проект может быть, если с компрессором все удачно получится. То можно будет здесь вот в задней части примастырить и турбину и сделать ТРД. Либо вообще без турбины сделать такую форсажную камеру, которая будет работать чисто от компрессора. В принципе такие даже существовали девайсы, скажем так, в природе. Поэтому мы тоже можем попробовать. То есть, как видите, устройство просто многофункциональное. Крыльчатка очень большая. Диаметр 100 миллиметров у нее. Я не могу рассчитать, но кто умеет рассчитывать, можете прикинуть, что такая крыльчатка будет выдавать при примерно 40 тысячах оборотов в минуту. Я надеюсь, этот двигатель сможет раскрутить до таких оборотов. Какая-то интрига все-таки сохраняется, потому что неизвестно, что из этого всего получится. Осталось сделать три детали. Вот сейчас среднюю деталь, основную вот такую, мы и будем делать. Итак, стартуем, опять приступаем к токарной обработке. Остался еще у меня вот такой блинчик один. Немаленький. Вот с него мы и будем делать. Опять нужно устанавливать большой токарный патрон. Теперь нужно поставить кулачки наоборот. И только теперь можно зажимать деталь. Выставил заготовку, друзья, в 4-х кулачковом патроне. Дело это не быстрое, но очень увлекательное. Можно добиться вот таких вот результатов. Видно, не более чем пол соточки играет стрелка. Это очень увлекательное занятие. Хотя оно здесь как бы и не надо. Но как-то увлекся и вот что получилось. 4-х кулачковый патрон рулит. Короче. 4-х кулачковый патрон. Делаю базу под зажим с обратной стороны. Растачиваю отверстие под подшипник. Проверять буду вот таким вот калибром, сделанным из подшипника. Поехали. Все уже настроил, наладил. Осталось лишь расточить. Резет из быстрорежущей стали. Вылет великоват, но другого нет пока у него для этого станка. И этот сделал самостоятельно. Самое интересное, что такое маленькое отверстие измерить часовым нутромером очень непросто. Потому что оно просто сюда не вставляется. То есть он больше, чем надо. Но вот такими вот нутромерами при определенной сноровке очень даже приятно работать. Вот так мы его теперь зажимаем. И можно теперь измерить вот здесь микрометром. Вот смотрим. Должно быть 22. Ну еще 3 десятки как минимум. Так как вот эта база у меня отшабрена, можно поставить часовой индикатор. И добавлять по индикатору. Главное не забывать про отжим резца. И про то, что добавлять нужно половину. Потому что как-то я уже один раз обжегся. Добавил, а оно убирает с двух сторон. В итоге убирает в два раза больше. Ладно, друзья. Добавляю одну десятку. То есть это будет две десятки добавлено на диаметр. И поехали. Глубину делаю по лимбу. Ну вот, ребята, залазит подшипник. Очень-очень плотно. Я думаю, дальнейших действий мы производить не будем. Мы его туда запрессуем. И он уже будет намертво там сидеть. Нечего его тормошить. Вот она деталь. Пока что еще очень тяжелая. Очень тяжелая. Выставил в очередной раз. Фактически без биения. Я не знаю, тут пол сотки. Если есть, это хорошо. По-моему, нету здесь пол сотки. Теперь нужно посмотреть по торцу. Потому что торц тоже должен быть выставлен четко. Данный индикатор, я так понял, можно пристроить куда угодно. И вот что он показывает. Нолик, допустим. Вот раз и поехали. Это была ямка какая-то. Это тоже. Я так понимаю, все в нолях, ребята. Видите, ямки какие-то проходят. А так все отлично. Чистовой проход. Удивительно, но совершенно нигде нет даже малоразличимой на ощупь ступеньки. То есть вот что значит выставить до соточки. Отлично. И вон сейчас. Сейчас я пошел. Продолжение следует. Снова выставить. Отройing. Выставить. Последний штрих, большая фаска и идем на фрезерный. Фаска очень большая. Готово, токарная работа выполнена. Все очень точно, друзья. Надеюсь, никаких перекосов не будет. Теперь нужно вычислить глубину фрезерования. Берем кмд и устанавливаем их вот сюда. Я уже подобрал необходимую величину. Как это все выглядит? Ставим сюда, ставим вот сюда. Смотрим на ощупь зазор. В общем зазор здесь должен быть две-три десятки. Я ставил кмд побольше. Вот 1,2 и она практически не двигалась. То есть две десятки пока что планирую зазор. Но 1,2 это было вплотную, а единица это как раз необходимая величина установки крыльчатки. Теперь можно глубину вот эту вот замерить и мы будем знать, насколько фрезеровать. Потому что здесь она и будет установлена. Устанавливаем на поворотный столик. Нарисовал уже один луч, чтоб не ошибиться. И будем фрезеровать. Ну вот, ребят, Деталь и готова. Вот так она выглядит. Пришлось применить немного на пилинга. Совсем чуть-чуть. Но удалось сделать такой вот формы деталь. Прошу заметить, не применялось никаких ЧПУ. Чистая токарка и чистая самая обыкновенная фрезеровка. Сюда у нас будет вставляться крыльчатка. Для сравнения, ребят, размер такой же детали турбореактивного двигателя, KJ66, тягой 8 килограмм. Это будет, как я уже говорил, компрессор. Хотя это средство 1000 применений. Можно будет и полу ТРД сваять с него. Друзья, можете написать в комментариях, где бы вы хотели еще увидеть применение этого компрессора. Ну а также вангуем, друзья, какое он будет давать давление. Я предполагаю, что 0,2-0,3 бара будет выдавать. Хотя, кто его знает, крыльчатка большая. Мощность вот этого двигателя просто неимоверная. В общем, думаем, гадаем, может быть, кто-то сможет посчитать. Для тех, кто любит считать, друзья, указываю размеры крыльчатки. Наружный диаметр 102 миллиметра и диаметр входа 70 миллиметров, 71. Можете попробовать посчитать, если она раскрутится, например, до 30 тысяч оборотов, сколько оно может выдать давление. По крайней мере, не учитывая расход, именно давление. Ну и до 40 тысяч. В общем, предположительно, до таких оборотов этот двигатель сможет ее раскачать. Лично я без понятия, какое здесь будет давление. В общем-то, друзья, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!